Книга 4. 601-800. Все вместе взятое. Внутри нее кусок 141-165 или-или. До этого не было причины, следствием которой это могло возникнуть и превратиться во что-то другое. В том, что этого не было никогда, нельзя убедиться или поверить в это без доказательств, в которых оно не нуждается. Из-за того, что ему негде быть, оно не исчезает и не появляется, как это свойственно всему остальному. Кроме того, оно не обладает никакими признаками, о которых можно сказать, что они принадлежат только ему. В нем нет ничего отличного от другого, о котором можно сказать, что оно отлично от всего остального. Оно ничем не порождается, так как не связано ничем другим, кроме себя самого, и не нуждается ни в чем другом. Оно ничто не напоминает, так как оно никак не воспринимается и не рождает никаких следствий, в том числе и самого себя. В нем выражено все, что может быть выражено в том, что отлично от всего остального, и в том, что разделяет и рождает его. Оно неделимо и неоформлено, но в нем нет ничего, что бы отличало его от другого, и что выходило бы за пределы его самого. Его нет в себе самом, так же, как его нет снаружи и там, где проходит деление между ним и всем остальным. С ним ничего нельзя делать, потому что оно все делает само, в том числе изменяя себя с помощью себя в другом. Оно неотличимо от того, что на него похоже, как любое, взятое отдельно, не похоже на все остальное. Оно находится там, где нет другого, в то время как оно неотличимо от другого и не зависит от него. В отличие от другого, которое и зависит от него, в то время как оно ему подобное, в нем нет ничего свойственного только ему. Все другое свойственно самому себе и не содержит в себе того, что от него отлично. Оно же отлично от него всегда. Оно неоценимо с точки зрения правильности по отношению ко всему другому, обладающему самосознанием и признаками, позволяющими сравнивать одно с другим. От него нельзя ничего отделить определенного, что могло бы послужить причиной изменениям, в том числе изменениям, влияющим на него. Все, что отделимо от него, есть то же самое, что не является им и никак не обусловлено его существованием или несуществованием. В нем все меняется, так же, как и везде, но не по отношению к его признакам, в отличие от всего остального. Все другое осознается как сравнение с ним, но оно ему тождественно во всех смыслах и не отличается от него ничем. Оно ни с чем не сравнимо, несмотря на то, что оно то же самое, что все остальное, сравнимое друг с другом. В нем нет ничего относящегося к нему, тем более нет того, что в нем присутствует, подобно тому, как все остальное присутствует в нем. Оно равноценно самому себе и в самом себе находит то, что все остальное находит в нем. То, что находится в нем, присуще всему остальному, в такой же степени, как все остальное присуще ему. Оно всегда там, где его нет, и нельзя сказать о нем, что оно было там, где оно есть. Оно самое необходимое самому себе, и все другое необходимо ему постольку, поскольку оно в нем нуждается. То, что не нуждается в нем, зависит от него безотносительно к необходимости этой зависимости, не связывая ее с ним. Все остальное есть только повод к его существованию, в тех формах, которые не присущи ему, и ничем не отличаются от всего остального. Оно, как и все остальное, присуще только тому, что не имеет отношения ни к тому, ни к другому, и не способно отличать самого себя от всего остального. В нем сосредоточено все, что может быть существенного для него, и для всего остального, свободного от самого себя. Оно не рождает никаких отношений и никаких условий существования ни самого себя, ни всего остального. Оно не ограничено ничем, но то, что отсутствует в нем, присутствует во всем остальном, похожем на него. С ним не может происходить никаких превращений, в то время как оно превращается во всем остальном, как в самом себе. Оно существует во всем остальном, тогда, когда оно не похоже на него, и находится там, где нет ничего другого. Все, что не может быть названо другим, получает от него его сущность и становится таким же, как все остальное. Оно никогда не становится таким же, как все остальное, ничем не отличаясь от него и не требуя никакого отличия. Все, что находится в нем, присуще всему остальному не потому, что оно едино с ним, но потому, что в нем нет ничего похожего на самого себя. От него ничего не остается, ни во время изменений всего остального, ни тогда, когда оно проявляется как сущность во всем остальном. Оно может быть обнаружено только в сравнении с другим. Но это другое, в свою очередь, обусловливается им в качестве самого себя. То, что ощущает себя самим собой, прекращает быть им и может сравниваться только с самим собой. В нем сосредоточено все, что может быть сосредоточено во всем остальном, за исключением его самого. Откуда оно появилось, может быть известным только в том случае, если неизвестно, откуда появилось все остальное. Оно самопроникающее во всем другом и неотличимо от него ни во времени, ни в сознании, всего остального. Оно не осознается как причина всего, потому что в нем нет следствия и способности обнаруживать что-либо, кроме себя. Оно пребывает всегда здесь, тем самым устраняя все остальное, что может находиться не здесь и не ограничивая себя в размерах. Оно неизмеримо не в том смысле, что обладает бесконечностью, а потому, что нет достоверного знания, доказывающего его существование. Ничто достоверное с ним не связано, так как все находится в нем, включая его самого, обладающего или не обладающего сознанием. Оно не зависит от самосознания и не изменяется в зависимости от точек зрения. Все, что исходит от него, исчезает, не родившись. Оно не порождает никаких иллюзий, в отличие от всего остального, что составляет его меняющуюся сущность. Можно сказать, что в неопределенное время оно породило иллюзию самого себя, выраженного во всем остальном. Несмотря на то, что это будет доказательством его отсутствия на какой-то промежуток времени, однако здесь время – иллюзорная среда изменений, которая ему не свойственна. Ему не свойственно ничто, что может меняться, или исчезать, или соприкасаться и обуславливать все остальное. Оно само в себе все остальное. Оно все время пребывает в себе самом, ни в чем не ограничивая себя, и не выходя за пределы неограниченности. Оно может быть понято как небытие, но на самом деле небытие присуще не ему, а всему остальному, в то время как оно является им. Всему остальному присущи бесконечные признаки, но небытие присуще ему только тогда, когда оно бывает им. Оно бывает им всегда, и с точки зрения всего остального, ему всегда присуще небытие. Таким образом, оно может быть наделено всеми бесконечными признаками всего остального, но этого никогда не происходит, потому что связи его со всем остальным моментальны. Эта связь моментальна, но постоянно и в этом смысле можно говорить о вечном небытии всего остального в нем. Его существование может быть понято как вечное небытие, а там, где оно пребывает, ничего не происходит. Там, где ничего не происходит, все подобно самому себе. Там ничего не существует, не появляется и не исчезает. Оно уничтожает само себя, вместе со всем, что его окружает, в то время как все другое появляется из него и окружается им. Но то, что окружено им, не может существовать дольше, чем оно, и исчезает, окруженное самим собой. Исчезая, оно не появляется нигде и не пребывает нигде, раньше своего исчезновения, окруженное тем, что отлично от него. Оно создает все условия для существования всего остального, так же, как оно, безусловно, само в себе. Оно само по себе в такой степени, в какой все остальное зависит от него, являясь тем же самым, чем является оно. Оно – центр явлений в том смысле, что все остальное ограничено явлениями, которые оно порождает. Оно – возможность явлений, и, благодаря ему, все остальное потенциально проявляемо, в отличие от него самого. Оно рождает отношения между всем остальным и всем остальным, оставаясь при этом всем вместе взятым. Когда оно становится всем вместе взятым, создается иллюзия его ограниченности. На самом деле, она – результат понимания его, как всего остального. Все, что воспринимает его, есть оно само, и осознание этого рождает небытийность, являющуюся его сущностью. Его мнимая зависимость от самоограничений прекращается сразу же, как только все остальное перестает быть соотнесенным с ним. В нем нет ничего, что могло бы быть заранее предусмотренным всем остальным. Оно неожиданно, как и все остальное. Оно самоограниченно в качестве всего вместе взятого не по отношению к самому себе, а только к тому случаю, когда нет отношений между ним и всем остальным. Оно рождает небытие тогда, когда его нет, а его нет никогда, поэтому все остальное всегда пребывает в небытии. То, что его нет нигде, рождает небытие, но в том только случае, если есть все остальное само по себе. Оно бесцельно в самом себе, но порождает целесообразность существования всего вместе взятого в качестве всего остального. Оно является всем вместе взятым и ничем отдельно осознанным, но оно похоже на все остальное, отдельное от него. Оно не небытийно относительно всего остального, но небытийно само по себе, потому что все остальное небытийно из-за него. Его небытийность не ограничена им самим, но присуще всему, что входит в него, как все вместе взятое. Все вместе взятое не следствие его устремлений, а условия его существования в себе самом. Оно не существует в себе самом, но существует в небытийности, в то время как все остальное не существует нигде. О нем нельзя сказать, что оно не существует в данный момент, в отличие от всего вместе взятого, существующего в данный момент. О нем нельзя сказать ничего, что не относится к несуществованию, о котором можно говорить только с точки зрения всего вместе взятого. Оно не выражает себя во всем остальном или во всем вместе взятом, оно выражает себя вне существования. То, что выражает себя вне существования, не создает иллюзию причин и следствий, в отличие от всего остального вместе взятого. Но являясь всем вместе взятым и выражая себя вне существования, оно не рождает ничего остального ограниченного. Оно не замыкает на себе истоки самосознания всего вместе взятого и не является условием его существования. Оно не является условием существования сознания в то время, когда оно пребывает в нем. Все, что пребывает в небытии, не существует в действительности всего вместе взятого, но порождает иллюзию всего остального. Оно не определяется ни несуществованием, ни бытием, оно постоянно действует только там, где нет возможности его осознать. осознать. Действительность, не существующая там, где его невозможно осознать, и есть оно, пребывающее во всем остальном. Оно не стремится к несуществованию в качестве всего вместе взятого, но пребывает в нем одновременно в качестве всего остального. Оно не создает иллюзии дополнительного распределения, так как формально не осознает себя самого в качестве всего вместе взятого. Оно не обнаруживает того, чего в нем нет, кроме всего остального, чего в нем никогда не было, до того, как оно стало всем вместе взятым. То, что в нем не существует, может быть, чем угодно, за исключением всего вместе взятого и всего остального. О нем нельзя сказать, что оно есть то, что не является всем вместе взятым и всем остальным или рождает его. Оно не само по себе и не ограничено понятием существования и несуществования. Оно ограничено понятием о себе самом. Ограничивая себя несуществованием, оно не исчезает, как все остальное, но исчезают все понятия, связанные с ним, а следовательно и со всем вместе взятым. Оно не может быть понято как самоограничение в результате следствия. Оно рождает таковую иллюзию, только проявляясь в качестве всего вместе взятого. С ним связано одно понятие небытия, но ограничивающее его только в качестве всего вместе взятого. То, что находится в нем, не оставляет места ни для всего остального, ни для всего вместе взятого, ни для себя самого. О нем нельзя сказать, что оно заключает в себе несуществование, даже в смысле отражения или любого другого процесса, связанного с объективным познанием. Сравнение не дает знания о нем, но и не противоречит его сущности, пребывающей в небытии, единения всего вместе взятого. Все явления, связанные с ним и со всем остальным, не противоречат его сущности, но порождают иллюзию всего вместе взятого, осознанного как его противоположность. Ему не противоречит его собственная сущность небытия, которая не свойственна ничему отличающемуся от него или от всего остального. Ему не противоречит ни возможность, ни условия возможности существования всего остального и всего вместе взятого. Все, что присуще всему остальному, никак на него не влияет и на самом деле не обусловливает его пребывания в покое небытия. На самом деле, все, что происходит во всем вместе взятым, ничем не отличается от того, что происходит с ним самим. Оно на самом деле пребывает в покое небытия, так же, как все остальное, и всему вместе взятому присуще то же, что присуще ему. Все, что начато не является им, и все, что не начато не является им, оно все остальное вместе взятое. На самом деле, оно не то, что можно о нем сказать, и не то, что о нем сказать нельзя, оно все остальное взятое вместе. Но так же, как все остальное взятое вместе не является им, так же и само оно, не отличаясь от всего остального, не является собой. Оно не является несуществованием самого себя, или несуществованием всего остального, или несуществованием всего вместе взятого. Оно является несуществованием в самом себе. Но несуществование в самом себе ничем не отличается от существования всего остального. то и другое исчезает во всем вместе взятом, как следствие его беспричинного бытия. Его существование беспричинно в той мере, в какой все остальное есть следствие его существования и неизменности. Оно не нуждается в движении или в покое, или в другой какой-либо среде признаков, видимых следствий для осознания самого себя. Все то, чем оно не является, есть небытие всего остального или небытие существования всего вместе взятого. Оно не есть повод к самосознанию всего остального в такой же степени, как все остальное есть повод к сознанию его самого. Все, что отрицает его, является всем остальным по отношению к нему, и, отрицая, доказывает существование всех его признаков, присущих всему остальному, кроме небытия. Тем самым оно лишает себя несуществования, теряясь в бездоказательности своего небытия, и лишается смысла всего вместе взятого. На самом деле, все остальное так же небытийно, как и оно, но не осознает этого в результате деления всего вместе взятого на себя и все остальное. На самом деле, оно не может ощущаться, как чувство утраты чего-либо, не связанного с ним, так как ничего не связанного с ним не существует. В нем нет ничего неопределенного и неопределенно все, что не относится к нему в силу самоутверждения и не обладает небытием, который является его единственной сущностью. Оно не может быть одиноким в ощущении, в отличие от всего остального, сущность которого – страдание, а не иллюзорное неведение. Оно не несет в себе покой или прекращение, или несуществование. Оно несет в себе все, обладающее покоем, прекращением или несуществованием. Оно не видит себя самого в образе всего остального, в отличие от всего остального, видящего себя в нем. Все, что становится небытием, прекращает существовать, как все остальное, и пребывает в нем, как все вместе взятое. О нем нельзя сказать, что оно требует от всего остального самоограничений или стремления к освобождению от него. Оно требует сознания себя самого во всем вместе взятым. Все, что в какой-то степени напоминает его, нереально по отношению к себе самому, но вполне реально по отношению ко всему вместе взятому. На самом деле оно может исчезать или появляться когда угодно, и принимать любые образы всего остального или самого себя, несмотря на то, что этого никогда не происходит. Оно становится необходимым, но тут же перестает им быть, становится чем-то и исчезает, как тень. Все может отражаться в нем, не требуя отражения, или не отражаться, требуя отражения, или не отражаться ни так, ни эдак. Все может изменять его по своему усмотрению, или не изменять так, как ему хочется, имея при этом таковую возможность. Оно значит то, что не значит все остальное, или оно может значить и все остальное, не знача при этом ничего. Оно может начинаться со всего остального и кончаться собой, пребывая всем вместе взятым во время своего проявления. Оно может обладать всеми чувствами и быть подверженным страданиям или ограниченному небытию, подобно всему остальному вместе взятому. Оно может быть бесчувственным или иллюзорным фактом существования всего остального, воспринятым всем вместе взятым, как бесчувственная сущность небытия. Оно может проходить все стадии всего остального, не оставаясь неизменным, или оставаясь таковым в качестве всего остального, вместе взятого. Оно может быть одним реально существующим и другим, некоторым образом существующим. Для себя же самого в нем нет ничего неопределенного. Его нельзя понять, как некоторым образом возможное или невозможное. У него нет частей и точек зрения, как у всего вместе взятого. Он хочет быть вечным, не будучи таковым, или не хочет им быть, будучи таковым по своей природе и по своему усмотрению. О нем вообще нельзя сказать, что оно хочет чего-то, потому что все, что может быть и чего не может быть, принадлежит ему в качестве всего остального. Но ему ничего не принадлежит определенного, кроме редкого или вечного небытия, которым обладает все, что является или не является им. Оно на самом деле несущественно, или не на самом деле несущественно, или оно несущественно, но бессмысленным или осмысленным несуществованием. Оно вероятно или невероятно в той степени, в какой невероятно ничего, что может быть вероятным или невероятным. Оно воспринимается или не воспринимается в той степени, в какой не воспринимается ничего, что может быть воспринимаемым или невоспринимаемым. Оно относительно или неотносительно в той степени, в какой неотносительно ничего, что может быть относительным или неотносительным. Оно нужно или не нужно в той степени, в какой степени не нужно ничего, что может быть нужным или ненужным. Оно определённо или неопределённо в той степени, в какой степени неопределённо ничто, что может быть определённым или неопределённым Оно просто или сложно в той степени, в какой степени сложно всё, что может быть простым или сложным Оно ясно или неясно в той степени, в какой неясно ничего, что может быть неясным или ясным Оно светло или темно в той степени, в какой темно все, что может быть светлым или темным. Оно любимо или нелюбимо в той степени, в какой нелюбимо ничего, что может быть любимым или нелюбимым. Оно терпимо или нетерпимо в той степени, в какой нетерпимо ничего, что может быть терпимым или нетерпимым. Оно постоянно или непостоянно в той степени, в какой непостоянно все, что может быть постоянным или непостоянным Оно чисто или грязно в той степени, в какой грязно все, что может быть чистым или грязным Оно хорошо или плохо в той степени, в какой плохо все, что может быть хорошо или плохо Оно опасно или не опасно в той степени, в какой не опасно ничего, что может быть опасным или не опасным Оно обязательно или не обязательно в той степени, в какой не обязательно ничего, что может быть обязательным или необязательным. Оно предвидено или не предвидено в той степени, в какой не предвидено ничего, что может быть предвидено или не предвидено. Оно лично или безлично в той степени, в какой безлично всё, что может быть личным или безличным. Оно неповторимо или повторимо в той степени, в какой неповторимо ничего, что может быть повторимым или неповторимым. Оно едино или раздельно в той степени, в какой раздельно все, что может быть единым или раздельным. Оно самостоятельно или несамостоятельно в той степени, в какой несамостоятельно ничего, что может быть самостоятельным или несамостоятельным. Оно божественно или не божественно в той степени, в какой божественно все, что может быть небожественным или божественным. Оно всегда здесь и только здесь, и никогда не может быть там, где его нет, когда оно есть. В нем вдруг что-то сдвигается и движется куда-то, или не сдвигается и остается на месте там же, где все остальное. Все, что не относится к нему, не относится ни к чему, как ни к чему не относится все вместе взятое. Оно может быть исчезнувшим или не появившимся, как может быть исчезнувшим или не появившимся все остальное. О нем неизвестно ничего недостоверного, неопределенного. Оно положительно во всех смыслах и несет в себе вечное небытие. Без него нет ясности, нет ощущения свободы, нет одухотворенности. Все без него – механическая бесконечность, а предмеченная иллюзией мысль. Все остальное, не соблюдая его, становится предметом пользования, зависимыми частями, вечной опосредованностью друг другом. В нем нет ничего ни от темного, ни от белого, в нем нет ничего возвышенного или униженного, в нем нет ничего иссушенного мыслью самосознания. Оно не тот камень самосознания, под которым течет вода видимых причин и рождает океан следствий, придавленный его тяжестью. Оно не кратковременная мечта, вечно меняющая свой образ и место, и странствующая среди всего остального, разделенного ею самой. В нем нет ничего, что могло бы порождать толкие заботы внутри всего остального, если бы оно осознавало себя им. Оно не рождает двусмысленностей, в отличие от всего остального, основа которого не прочна, потому что является в сознании местом его прошлого пребывания, а не им самим. Оно мощь в себе, но не настолько, чтобы быть абсолютной сущностью и изначально отличной от всего остального, вместе взятого. Его мощь не граница сознания, она не представляет собой самосущественность и скорее характеризует все остальное, пребывающее в качестве его самого. В нем все достаточно или недостаточно, в силу восприятия всего остального или в силу самосознания его самого. Оно прочно на том основании, что все остальное, не будучи таковым вообще, рождает необходимость его прочности в частности. Оно может быть любой частностью на основании того, что все остальное вместе взятое обладает только общим характером небытия. Нет следственной или какой-либо другой границы между ним и всем остальным, поэтому ни то, ни другое не существует отдельно, но может быть мыслимо то в одном, то в другом, не осознавая этого. В результате общности его и всего остального, законы противоположений там и там одни и те же, однако сущность их в нем – остановление во всем остальном. Оно обладает только сущностями законов, не имеет их в реальном противоположении, но разрушается в том случае, если законы его не могут восстановиться во всем остальном. Ничего подобного никогда не происходит, все чисто и нетленно, нет никаких самосознающих сущностей, кроме небытия. В остальном нет ничего, кроме непрерывного накопления пустоты, которое происходит само собой и может называться как угодно. Само собой происходит и накопление небытия, и расходование его на все остальное, что составляет действенную сущность всего вместе взятого. Сущность всего вместе взятого – становление небытия не в себе самом, а во всем остальном, оно же в себе самом всегда не существует. Небытие его неощутимо, потому что оно реально отсутствует в нем, но вполне реально становится сущностью всего остального. Как только небытие осознается всем остальным, оно исчезает и возвращается к нему, и оно начинает реально быть, обусловленное всем остальным. Все остальное становится самим собой, с точным понятием и признаком раздельности, оно испытывает страдания в результате сознания своей отдельности, а не себя самого. Равновесие не наступает, и все теряет смысл, небытие осознается как цель, а не изначальное свойство всего вместе взятого. То, что было полным, становится пустым, а пустое – полным, но неосознанным и потому не существующим для всего остального. Оно и все остальное, каждая в отдельности, пребывает во всем вместе взятым до тех пор, пока они не обращают внимания друг на друга, не осознавая совместного бытия. Когда же они становятся единой сущностью, наступает несуществование, но этого не происходит никогда, и небытие остается без принадлежности сущностью, которую невозможно понять. Когда оно мыслится как субстанция, тогда обладает той силой, которая обусловливает существование всего вместе взятого. Мощь его заключается в том, что оно не подвержено модификациям в рефлексии всего остального или всего вместе взятого. В нем нет объективной причины видимого разделения, из-за которой оно могло возникнуть и превратиться во что-то другое. Оно не требует чуда, но требует покоя небытия, и только в покое небытия обретает свою завершенную сущность. В конце 70-х или начале 80-х годов, редактируя четвертый том поэтического мира «Все вместе взятое», я заменил часто встречающееся в тексте слово «блаженство» на небытие. То есть первоначально в завершающей строфе было так. Оно не требует чуда, но требует любви, и только в любви обретает свою духовную сущность. А стало так после исправления. Оно не требует чуда, но требует покоя небытия, и только в покое небытия обретает свою завершенную сущность. Блаженство – это психологический аспект целевого состояния медитирующего ума, а небытие в данном контексте – антологический аспект того же самого, безмолвие ума, отсутствие развлечений, форм и т.д. Небытие всегда мыслится как небытие чего-то, отсутствие бытия чего-то. В поэтическом смысле важно, какое слово, бытие или небытие, менее затасканно употреблением в различных контекстах, особенно бытовых, как оно бытует, его история бытования. Слово «небытие» по своей меньшей затасканности преодолевает эту коннотацию смысла к бытию как бытованию и бытовому аспекту. Оно отрицает такое языковое бытие. Понятно, что реальное бытие или реальное блаженство тут не рассматриваются, только их словесный аспект. И бытие и блаженство даны нам в опыте, близки и понятны нашему «я», в то время как небытие абстрактно, умственно, мы можем лишь предполагать, что есть состояние сна без сновидений, когда наше «я» опытно в потоке пространства-времени испытывает небытие как промежуток в памяти. Небытие скорее не бывает, чем бывает. Отсутствие – другое дело, в нем есть временной коннотат. Исправление слова «любовь» на покой небытия – знак того, что сам этот текст, названный мной всем вместе взятым, не может заменить созерцательный акт переживания божественной любви, божественного покоя, божественного молчания, а как всякий текст укоренен в постоянно меняющемся мире предметности, мире непостоянства чувств и мыслей, порожден этим миром, извлечен и возвращен в него. В тексте всегда присутствует голословие и сопроводительность, поэтому и говорится – не полагайтесь на письменные знаки. И еще – священные места недалеки, но нет путей, ведущих к ним, если пойдете, куда укажут вам, найдете скользкий, покрытый мхом мост. Да и вообще, в окончательной редакции 1996 года последняя завершающая строфа текста «Все вместе взятое» звучит совсем по-другому. Оно объективно или необъективно в той степени, в какой объективно все, что может быть им.